Лошара, я тебе всегда говорил, да ни хрена не получится, да какой из тебя ведущий? Люди, в основном, в большинстве своем, мечтают абсолютно неправильно. Замок, там, Феррари, там, Ламбо, там еще, короче, у нее все как надо. И муж, ***, где мои носки? У нее все, мозг отсекает, как сделать так, чтобы он на меня не кричал, не изменял, то кололся, то сбухался, то с собой покончил, то проиграл все деньги. Все может быть. Ничего отрицать нельзя. Наш президент тоже когда-то и в 100% думать не думал о том, что он будет президентом. Ну, стал же президентом. Здравствуйте, вы смотрите «Это не Фрейд», я Андрей Самарцев, со мной в студии психолог и гипнотерапевт Марк Бартон. А говорить сегодня будем о том, как правильно мечтать. Привет, Марк. Привет. Говорят, мечтать не вредно, вредно не мечтать. А в чем конкретно заключается этот вред? В неправильности мечтаний. Что это значит? Ну, это значит, что люди в большинстве своем мечтают абсолютно неправильно. Мечтают, визуализируют, составляют себе какие-то планы на будущее, но при этом никаким образом не приближаются к ним. То есть, в принципе, в том, что человек мечтает, нет ничего плохого. Плохо то, что он делает, это неправильно. То есть, есть некие алгоритмы. То есть, нужно понимать, что наш организм, наша психика, наш мозг, биохимические процессы, все, что отвечает за визуализацию, за достижение цели, имеет какое-то значение. То есть, нужно изучить процесс внимательно, а потом уже мечтать. А у нас люди как делают? Там, посмотрел какой-то выпуск на телеке где-нибудь, там, ютубчик, прочитал суперкнижку, еще, помню, фильм этот выходил, «Секрет», там, где, значит, американцы рассказывают, как привлечь в свою жизнь бабки, там, эти супер-тачки, известность. И вот эти люди лежат, значит, на кроватях, и там просто один герой рассказывает. Я, значит, каждое утро просыпался и, говорит, рисовал миллион долларов на потолке. И вы не поверите, у меня, говорит, через месяц или, там, через полтора появился миллион долларов. А люди-то не понимают глубины процессов, которые с ним происходили. И он, как бы, и не рассказывает об этих процессах. И люди тоже ложатся на диван, посвящают этому, там, часы целые перед сном. Я смотрел, там, один эксперт на ютубе говорил о том, что нужно перед сном, значит, ложиться и визуализировать свою мечту. И с этой мечтой засыпать. Это все ерунда, нерабочая. Я вам сейчас расскажу, просто поделюсь секретом. Есть у нас такая дофаминергическая система. Система, которая отвечает за выработку дофамина. Дофамин – это, ну, такой гормон поощрения, гормон достижений. То есть, он дает такое ощущение эйфории. Его еще, там, олимпийским гормоном называют. Потому что все-таки он вызывает состояние, которое человек испытывает при достижении какой-то цели. И уникальность дофаминергической системы в том, что она, в принципе, начинает выбрасывать дофамин, вырабатывать в тот период, когда человек только начинает думать о какой-то цели, к которой он должен прийти. Ну, вот, допустим, ребенок сидит дома и мечтает о том, что под елкой на Новый год у него окажется, значит, пожарная машина. Вот, и он ходит, думает об этом, думает. В этот момент, естественно, дофамин вырабатывается. Мозг реагирует на мысли так, как будто бы это уже произошло на самом деле. Вот, и под елкой оказывается в конечном итоге тот самый автомобиль. То есть, получается такой замкнутый цикл, да? А человек взрослый, который сидит, мечтает, вот у меня будет миллион долларов, вот я стану там богатым, вот я стану успешным. Дофаминергическая система начинает работать. Дофамин начинает вырабатываться. Естественно, это еще наркотический гормон, который оказывает влияние, как самый настоящий опиат. Человек впадает в состояние эйфории. А когда доходит дело до действий каких-то, гормончика уже нет. Он успевает подостыть, подуспокоиться. И человек опускает руки, начинает сталкиваться с препятствиями. Там прокрастинация, тот же перфекционизм. Поэтому, например, если говорить о правильности мечтания, то я всегда рекомендую делать это утром. После пробуждения, а не наоборот, перед сном. Потому что, когда человек мечтает перед сном, дофамин поднимается. Пока ты засыпаешь, он, естественно, приходит в норму. У тебя организм уже ничем не заряжен. Нет никакого двигателя, нет никакого толчка. И у тебя апатия такая. Ты абсолютно любой человек с этим состоянием сталкивался. Вечером ты особенно смотришься каких-то фильмов, прочитаешь какую-то книгу интересную. Или чью-то биографию. Все, завтра просыпаюсь. Здесь ты утром проснулся. Ты кунылая какашка. Подходишь к зеркалу. Думаешь, блин. Завтра, послезавтра. Поэтому нужно проснуться. Прийти в осознанное пробуждение. Поставить перед собой какую-то цель. И пока дофамин находится в таком состоянии активности. А, естественно, ставить перед собой какие-то задачи. И совершать какие-то действия. Чтобы мозг фиксировал не только состояние кайфа при мечтаниях. Но еще и при выполнении действий. Мне кажется, что главное это совершать как раз таки действия. Потому что у нас почему-то очень многие говорят о том, что несколько лет назад была очень популярная история о транссерфинг реальности. Такая вот эзотерическая теория. Сейчас на смену им пришли вот эти многочисленные марафоны желаний от Инстагуру. И там везде говорят. Визуализируйте, составьте карту желаний. И все исполнится. Но это же хрень собачья. Понимаешь, если я хочу, например, быть президентом США. Сколько я не буду приклеивать свою голову к туловищу Барака Обамы. И даже если я на холодильник повешу, я им не стану. Просто потому, что я не родился в Америке. Энтони Робинс приезжал в Москву. Продал. Это олимпийские бешеные деньги люди заплатили. Пришли туда, попрыгали, потанцевали. Самая дорогая дискотека. Все здорово, замечательно. И разошлись. Ну, оттуда все выходили в каком состоянии? Заряженные успехи. Заряженные. Почему? Ну, потому что абсолютно любой специалист, который занимается изучением биохимических процессов в организме, он скажет, что там собрались люди, которые в одном месте определили себя, как такой, знаете, объективной единицей всего, что происходит вокруг. Окситоцин зашкаливает, дофамин зашкаливает, серотонин, адреналин. Там мозг просто-напросто сходит с ума. Выходит на улицу, естественно, гормональная система возвращается в свое привычное состояние. Человек оказывается в привычных для себя условиях. Поэтому все действия выполняются только в тот момент, когда ты находишься вот на этом взрыве гормональном. Поэтому, если ты повизуализировал, должен понимать, что у тебя в этот момент в организме много дофамина и других гормонов, которые способствуют тому, чтобы ты кайфовал. Мозг должен заикарить это состояние с каким-то действием. Не только с мыслью, но и с действием. Поэтому задача, не надо там ставить какие-то глобальные цели, хотя бы сделать какой-то звонок. Ну, там женщина мечтает открыть салон красоты. И она нашла компанию, которая может ей, например, помочь составить бизнес-план. И вот она мечтает о том, что она хочет его открыть. Ее задача что сделать? Как только она нагнала на себя это состояние мечтаний, визуализации, кайф, она уже представляет, как она сидит, алло, вас на какое время записать. В этот момент ей нужно взять телефон и позвонить в эту компанию, сказать, здравствуйте, меня зовут Синичкина Варвара, я хочу открыть свой супер-эксалон красоты. Говорят, вы можете мне помочь с бизнес-планом. Да, можем, давайте назначим встречу. Все. Сразу происходит фиксация. Мысль, мечта, действие, состояние удовольствия. А у нас люди привыкают мечтать и кайфуют в этом состоянии. То есть, можно впасть в сильную гормональную зависимость. А после этого люди еще сваливаются в эндогенную апатию. Потому что, когда они в постоянном состоянии размышлений, получают определенную дозу дофамина, других гормонов, эндорфинов, они адаптируются к этому количеству гормонов. Постоянно организм постепенно привыкает. Потом нужно его еще больше. Если ты к одной мечтению перешел, к другой, к третьей, человек садится и говорит, дай, пошло оно все. Так, помечтаю просто для удовольствия. И пусть уже оно все горит синим пламенем. Но а не проще ли просто составить какой-то план и тупо заставлять себя каждый день делать, не знаю, три пункта из этого плана? Нет, безусловно, какие-то действия обязательные. Они необходимы. Но мы же понимаем, что ты же не можешь сидеть и заниматься, если у тебя есть основной какой-то вид деятельности, но параллельно ты хочешь продвигать еще что-то, и к чему-то стремишься. Если ты способен сфокусировать все свое внимание на достижении цели, понятно, у тебя получится больше времени тратить. А если ты чем-то занят другим, то человеку в любом случае нужна какая-то мотивация. Допустим, это же можно делать не только наедине с собой. То есть можно встретиться с друзьями. Есть же такая поговорка, никогда никому ничего не рассказывай, пока не сделаешь. Это же не потому, что кто-то сглазит. Это же народные такие дурости, и люди думают, что если я сейчас кому-то расскажу, у меня ничего не получится. Да нет. Когда ты ходишь и рассказываешь своим друзьям, ты знаешь, я, короче, запускаю свой интернет-магазин. Одному сказал, третьему. Думаю, да что всем рассказывать, сейчас смс-рассылку сделаю, всем друзьям своим отправлю новость. И ему все пишут, какой ты молодец, класс, супер. Я так за тебя рад, у тебя все получится. Человек впадает в состояние реально гормонального шока. Он кайфует, он будет. А мозг реагирует так, как будто бы это событие уже произошло. И, соответственно, зачем что-то делать? Он будет постоянно сидеть на месте. Поэтому система, о которой ты говоришь поэтапно, она, конечно, безусловно, должна идти параллельно. Первый пункт, второй, третий, четвертый, шаг А, шаг Б, без этого никакая мечта не реализуется. Не, ну слушай, я, например, рассказываю всем своим друзьям о своих планах как раз таки потому, что это меня стимулирует к тому, что я их буду выполнять. Потому что ты действуешь. Потому что они потом придут и спросят, ну что у тебя там, знаешь? И мне как бы будет стрёмно им сказать, что ой, что-то я сижу на жопе ровной. Ты, значит, действуешь. А есть люди, которые рассказывают, но они еще даже, у них мысль бежит впереди дела. Он еще не понимает технически, как он это сделает. Он еще не понимает самой структуры, а он уже бежит и рассказывает, я буду суперкрутым дизайнером. Чего? Толчки будешь проектировать, там, елки новогодние, рояль Игорю Крутому новый из красного дерева. Как бы нужно разбираться в этом. Слушай, ну ведь понятно же, да, что есть мечты, которые никогда ни при каком условии не сбудутся. Вот, допустим, мечтаю я, если быть президентом США, я им не буду. Да вот откуда ты знаешь? Да как? Я не родился в США. Давайте, пожалуйста, я расскажу свою историю. Ну. Вот я родился в Приднестровье. Это террасполь, город маленький, между Молдавией и Украиной непризнанная республика. И в возрасте 12 лет я сидел, я просыпался в 5 утра, ездил с двумя большими мешками, причем мешки не 50-килограммовые, а огромные такие колхозные мешки, куда вмещаются килограмм 200, наверное. Я ездил с ними травку косить, козочкам, курочкам, которые у меня дома жили. И целый день ходил пас их потом. Если бы мне кто-то тогда сказал, что там, Марк, ты приедешь в Москву, откроешь здесь свой центр, у тебя там будет опыт работы и на телевидении, и на радио, и ты будешь зарабатывать хорошие деньги, я бы сказал, что больные, что ли. Но при этом я приехал в Москву, я картавил ужасно. У меня была такая картавость, я отправлял свое резюме на радиостанции. Когда я ехал в Москву, говорил об этом своим друзьям. Я буду на радио, и все ржали. А как ты будешь говорить о себе? Здравствуйте, приятно вас слушать. А я реально картавил просто как сумасшедший. Я ничего против картавых не имею. Но это их ответственность. Мне не нравилось, я пошел это исправил. Мне было 27 лет. Я отправил везде резюме. Мне сказали, слушай, ну тембры у вас более-менее нормальные, а вот с картавостью нам такие парни не нужны. Это потом Comedy Club, когда открыли, у них там появились картавые ведущие, но у них какая-то картавость красивая такая. Я бегал по всем благопедам в Москве. Мне все кричали вокруг дружок там. Все в твоем возрасте. Поздняк метаться. Поздняк метаться. Я всех послал нахер. Я ходил с орешками за щечками, как белочка. Я делал какие-то идиотские упражнения. Я придумал своих друзей о том, что я буду странные звуки произносить вместо буквы «Р». Поэтому вы не обращайте внимания. Можете ржать, но просто будьте в курсе. И все, прошло полгода, она у меня исчезла. И на радио я попал совершенно случайно. Мне друг позвонил рано утром, в воскресенье. Говорит, слушай, тут у нас психолог ехал на эфир, ногу сломал. Я говорю, какое счастье. Ты можешь вместо него про самооценку рассказать? Я говорю, давай. Я приехал на подмосковное радио. Провел эфир. Вышел из коридора, идут главные редакторы. Я говорю, девушка, а я знать не знаю, кто это. Я говорю, девушка, почему у вас на радио нет нормальной программы про отношения мужчины и женщины? Он говорит, я не знаю, мы об этом еще не думали. И так подумайте. Я бы с удовольствием ее вел. Она говорит, ну, заходите ко мне в кабинет. На следующий день я прислал свое видение программы, и мы ее через полтора месяца запустили. И почти два года я там отработал в качестве радиоведущего. Поэтому, если ты ставишь себе какую-то цель, ты должен понимать хотя бы приблизительно, как ты можешь к ней прийти. Откуда ты знаешь, может, ты хочешь стать президентом, и ты сейчас создашь какое-то, я не знаю, там, общество в поддержку Джо Байдена, он почувствует себя плохо через полтора года и скажет, что вот, есть такой замечательный молодой человек. Да там есть другие желающие, поверь мне. Только ему доверяю. Только ему доверяю. И все. Все может быть. Ничего отрицать нельзя. Наш президент тоже когда-то и в сто процентов думать не думал о том, что он будет президент. Ну, стал же президентом. То есть, ты хочешь сказать, что невозможное возможно, и Дима Билан правильно говорит. Поет. Я с ним не общался никогда, с Димой Биланом. Ну, я имею в виду вот эта песня знаменитая. Ну, то, что он там поет, это да, я слышал. Ну, возможно, все можно. Не знаю, я вот в этом смысле все-таки более предпочитаю реально смотреть на вещи. Как бы, ну, чудес не бывает. Почему? Ну, я не знаю, а какое научное обоснование вот этого всего. Научное обоснование тому, что когда ты совершаешь какое-либо действие, оно везет за собой какие-то последствия. Вот. Если ты бездействуешь, то последствия тоже будут абсолютно пустыми. Меняешь постоянно точки бифуркации. То есть, ты движешься в одном направлении, видишь, там нет никакого результата. Изменился, в другую сторону пошел. Не получилось, там пошел в другую сторону. Рано или поздно у тебя, ты окажешься вместе, и в то время, когда ты найдешь себя. Но здесь же опять надо понимать, к чему ты стремишься. Если это не созвучно тебе, если ты занимаешься нелюбимым делом, если ты встаешь вот с такими глазами каждое утро и говоришь, блядь, там, извините, мне опять нужно идти на работу, какой успех. Я люблю свою работу. Я сплю там по 3-4 часа в сутки. Я могу заниматься своей работой бесконечно. Потому что я кайфую от нее. И я знаю, куда я иду. То есть, я понимаю, какая цель меня ждет. Хорошо, марафоны желаний работают? Ну, частично. На уровне... Вот я сейчас приведу такой пример. Есть трехлитровая банка. В эту банку можно налить 3 литра воды, а можно 200 грамм. Есть люди, которые не до конца осознают свой потенциал внутренний и заполняют себя только там. Кто-то наполовинку, кто-то на четверть. Есть специалисты, которые могут толкнуть культурника. Может, кто-то под зад прям ковуч какой-нибудь, психолог, психотерапевт, взбодрить прям конкретно. Простыми словами говорить, не заумными. И человек способен добрать. Это первый этап. А уже совсем другой этап. Раздуть свой потенциал еще больше, чем ты был. Поэтому марафоны желаний, они все-таки помогают в большей степени добиться той... Дойти до того состояния, которое ты изначально в себе уже прокачал сам. Где-то ты в себя не веришь. Какие-то ресурсы в тебе были спрятаны, скрыты. Да, это поможет. Плюс коллективизация. Особенно это женщин касается. Вот когда женщины перестают себя в современном мире чувствовать нужными, особенно в семье. Но это как бы факт. Потому что у нас институт семьи хромает. Женщинам проще объединяться друг с другом. Поближе будут эти женские круги, тусовки. Там они начинают завидовать друг другу. А у одной туфли, там, я не знаю, от Васи Пупкина, а у третьей от Гуччи. И вот они ходят, косятся. А у тебя подделка, сумка у меня не подделка. И, конечно, там, опять, нельзя исключать всех процессов, связанных с психикой человека и с биохимией. Потому что чем чаще женщины встречаются вместе, тем больше у них окситоцина. Окситоцин все-таки один из основных гормонов женских. Он помогает женщине добиваться результата. Поэтому женщины вот в этих коллективах своих, марафончики, какие-то тусовочки, способны сгенерить какие-то вещи и мужиков даже превзойти. Поэтому я всегда мужикам говорю, блин, бабу свою даже на работу не отпускайте. Пусть дома сидит, подкупайте ей шубы, если занимается каким-то делом, только чтобы кайфовала. Что зарабатывать больше, чем ты? Бабу свою, да? Бабу это сексизмом попахивает. Это комплимент. Баба – это собрать старославянскую письменность. Это женщина, дающая жизнь. Это врата, дающая жизнь. Поэтому это несколько... Вот бабища – вот это оскорбление. А баба – это женщина. Еще нужно заслужить право. Знаешь, раньше же мужичины все называли своих женщин бабами. Ну, окей, ладно. Вернемся к визуализации. Как правильно-то все-таки это делать, если это нужно делать? Я, конечно, не верю в то, что это работает, но, думаю, может быть, нашим зрителям будет полезно. Я уже сказал вначале, что любая визуализация должна сопровождаться действием. Да, и ты говорил про утро, что надо делать это утром. Конечно, это все делается утром, когда только приходишь в осознанное состояние, для того, чтобы организм проснулся. Не обязательно это делать лежа, пока там в ванной находишься, зубы чистишь, душ принимаешь, кофе пьешь. Ты должен думать о том, чего ты желаешь. А сейчас же принято, там еще девочки, там себе эти доски наклеивают, там у нее замок, там Феррари, там Ламбо, там еще, короче, у нее все как надо. И, ну, хочешь, если так тебе удобнее. Почему? Потому что многие женщины даже визуализировать не умеют. Это действительно проблема. Есть такое состояние. В международном классификаторе болезни его нет, алекситимия называется. Это затруднение в описании, в распознавании своих чувств, ощущений в теле, затруднение в описании того, что происходит с другим человеком. И одно из проявлений – это затруднение в визуализации. Человек даже геометрические фигуры не способен с закрытыми глазами воспроизвести своим сознанием. И когда у людей действительно возникают такие сложности, туда дается визуальная такая напоминалка, берешь себе плакат. Не потому что это какая-то дурость. Это исключительно терапевтический прием, связанный с выходом из состояния алекситимии. А люди уже к нему начали относиться в большей степени как к какому-то капризу, к какой-то модной фишке. И он просто выглядит по-другому, этот плакат желания. Он начинается действительно с геометрических фигур. Например, там женщина себе квадрат нарисовала, и каждое утро просыпается, смотрит на него вот так. И пока ест, закрывает глаза и пытается его воспроизвести. Вот люди, у которых вообще, там, простите, ни хрена не получается с визуализацией, должны начинать с этого. А что сложного в том, чтобы воспроизвести квадрат? Ну, я не понимаю. Ну, как в смысле, что сложного? Ну, вот ты человеку говоришь, что ты сейчас чувствуешь в своем теле? Он говорит, это как? Ну, вот так. У нас 80% женщин, ну, 70-80% женщин страдают алекситимией. Они не чувствуют себя, а думают о себе. То есть у них отключены все ощущения. Голова есть вроде бы. Они пытаются понять свое состояние, но не почувствовать его. Это опасно. Поэтому визуализировать, но если понимаешь, вообще ничего не получается, с элементарных вещей, хотя бы приучи мозг к тому, чтобы он научился воспроизводить предметы, которые ты видишь. То есть человек смотрит на кружку с кофе, закрывает глаза, а у него там пустота. Мозг же это все-таки инструмент, которым можно тренировать. Ну, у людей нет желания такого, у многих. Так это в школе еще учат, в детском саду. Так в школе много чему учат. Кто здесь, что ты принимаешь, применяешь что-то из школьной программы? Ну, там, короче, как зарплату посчитаешь. Ну, как минимум, визуализировать кружку я могу. Вот. А если мы говорим про женщину с алекситими, она не может. Жесть какая. Ну, не может. В общем, начать нужно с малого. Начинать с малого. Хорошо. Те, кто уже квадрат себе смог представить, и более того, параллелепипед даже смог в мозгах нарисовать в голове. Что им делать дальше? Дальше, естественно, когда ты нагоняешь это состояние мечты, человек же чувствует, у него настроение даже приподнимается. Дофамин начинает вырабатываться, серотонинчик. Чувствуешь себя в приподнятом состоянии, хватаешь портфель, чемодан и бежишь. Вот до того момента, пока ты побежал, как только ты нагнал это состояние, нужно его моментально перевести в действие. То есть, визуализация напрямую связана с действием. Если не будете действовать, так и зависнете. В этом состоянии появится зависимость, и будет сложно выбраться потом. Действие что подразумевает подсамок? Абсолютно любое. Телефонный звонок, встречи, переговоры, составление бизнес-плана. Все, что связано с тем, о чем ты мечтаешь, это действие нужно совершить. Ну, хорошо. Допустим, мечтаю я поехать в Австралию. Захожу на какой-нибудь сайт, вот действие, ищу билеты, понимаю, что стоит они дорого, закрываю, ухожу. Я совершил действие или нет? Ну, не совсем. А что я сделал? Если ты там почитал отзывы, например, изучил какие-то достопримечательности, уже примерно представляешь маршрут, куда ты поедешь, там, не знаю, помою ноги в водопаде, съем хвост кенгуру. Это же с легкостью представлю, понимаешь, и изучу. Не в этом суть, а в том, что билеты-то я так и не купил, и потом я... Денег у меня на них нет. Вот в чем беда. Окей, тогда если мы о такой визуализации говорим, тогда твоя задача, изучив вопросы, связанные с твоим отдыхом, повизуализировал, разворачиваемся, идем на работу, берем лопату, вкалываем, и думаем о том, на чем мы можем выехать к своей мечте. То есть не сэкономить, он будет сидеть, жрать этот роллтон, голодать, у него глаза западут, и он приедет в состоянии нечеловеческом. Смотри, у нас есть письмо от зрительницы, я хотел бы его зачитать. Я давно мечтаю о большом и просторном доме для своей семьи. Сами мы сейчас живем в однокомнатной квартире, но за 10 лет я никак не продвинулась к своей мечте. Использовала разные техники, и писала желания на листочке, и рисовала, и мысленно представляла себя в этом доме. Ничего не помогает. Что я делаю? Не так, спрашивает Татьяна. То есть Татьяна перечисляет, что только процесс мечтаний. На листике рисовала, мечтала, визуализировала. Если бы она сказала, я мечтала, визуализировала, а потом изучила рынок недвижимости, посмотрела, сколько примерно стоит дом. Я наверняка думаю, что она изучала рынок. Я даже приведу такой пример. Смотри, у нас же наш организм считывает все, что происходит вокруг, через органы чувств. Все, что мы видим, слышим, запахи, вкусы, тактильные ощущения. И до тех пор, пока мы не познакомимся стопроцентно с состоянием, к которому мы хотим приблизиться, у нас мало что может получиться. Поэтому я, например, когда хотел купить себе свой автомобиль, я приехал в автосалон. У меня не было денег на него. Я приехал в автосалон, я сел в него, посидел, потрогал, понюхал запах кожи дома. Офигеть, как хорошо пахнет. Прокатился на нем. Я хотя бы понимал, к чему я стремлюсь. Просто сидеть на картинке и смотреть. Я плюс-минус прикинул, сколько он стоит. Я плюс-минус прикинул, когда я его могу купить. Посчитал свои доходы, посчитал свои расходы. И начал двигаться в направлении своей мечты. За счет чего? За счет раскрытия своего потенциала. За счет того, что я где-то совершал поступки и действия, которые раньше до этого не совершал. Это же очень важно понимать. Ты хочешь добиться того, то есть притянуть в свою жизнь то, с чем ты еще никогда не сталкивался. Дом. У тебя нет дома, я хочу дом. Значит, совершать действия нужно тоже такие, которых ты никогда не совершал. Если человек сидит на заднице и думает, что при совершении тех же действий я получу то, о чем мечтаю, это все для маленьких деток. Можно, конечно, мечтать о том, что придет Дед Мороз и положит ключи от дома под елку и скажет, пожалуйста. А работают ли аффирмации? Аффирмации? Да. Аффирмация вообще удивительная штука, конечно, но в большинстве своем нет. Ну, хоть здесь наше мнение составляет. Я сейчас объясню, почему. Аффирмация не является когнитивной определяющей формой некой. То есть аффирмация может быть инструментом, который фокусирует твое внимание на образе жизни. Я приведу пример. Ее человек на рыбалку. Вот он идет на рыбалку и говорит про себя ловись, рыбка большая и маленькая. И такая, и сякая. Ну, стопроцентная же гарантия нет, что он поймает. Правда? Вот я даже на платную рыбалку приезжаю, вокруг все ловят козлы. Я реально возмущен. Ну, правда. Я подхожу к одному. К другому. Мужики, я на вас злюсь. Я уже матом на вас крою. Потому что мне, что там у вас. Причем у них прикорм одинаковый. Туда еще со своим не приедешь. Там надо у них на базе купить то, что у них есть. Все, в принципе, плюс-минус. Но я что, не ловлю? А я сижу про себя там, думаю, ну, сейчас поймаю. Нет. Афирмация, это исключительно такой инструмент для внутреннего настроя. И у меня же тоже много программ разных. У меня за последние три года 300 тысяч женщин прошли через мои онлайн-программы. 300 тысяч. И там тоже есть... Все не добились того, о чем мечтали? Конечно, нет. Конечно, нет. Там процент женщин, которые достигают результата, наверное, 30-40, не больше. Почему? Ну, довольно-таки высокий процент. Да, но... 30-40. Если бы ты сказал 3-4... Нет, нет. Перед тем, как они пройти эту программу, проходить мои программы, они еще проходят такой предподготовительный процесс. И туда уже приходят более-менее осознанные люди. Если сразу всех согнать в одну кучу, осознанных и неосознанных, там, конечно, будет процент гораздо ниже. Так вот, у меня там тоже есть аффирмация. Но я девушкам объясняю, что аффирмация без границ личного пространства вообще не работает. Женщина заходит в ванную и говорит, я самая красивая, я самая счастливая. И муж. Блядь, где мои носки? Ты что там попутала? Ну, как бы, какая аффирмация сработает? У нее все. Мозг отсекает лишнюю информацию, которая не угрожает ее жизни. Аффирмация ее жизни не угрожает. Угрожает придурок, стоящий за дверью. Естественно, все мысли, которые влетели в правое ухо, вылетают в левое, она зацикливается опять на чем? На системе выживания, как-нибудь, чтобы от мужа не досталось. Как сделать так, чтобы он на меня не кричал, не изменял. Поэтому аффирмация это исключительно инструмент внутреннего настроя, такая напоминалка в условиях экологичных. То есть, когда ты живешь в таком потоке в единении с собой, тебя никто не отвлекает, не разрушает. Она тебе поможет. Вот ты, как ведущий, например, пришел на эфир, тебе нужно отвести программу. Понятно, что ты себе даешь какую-то установку. Так, я буду обращать внимание на это, на это. Я вообще крутой парень, у меня есть талант, у меня есть призвание. Это твоя аффирмация. Ее не обязательно где-то брать. Это твоя личная аффирмация. Ты себя сам настроил. Но, если бы ты сидел, сейчас мы записываемся, а там оператор тебе сзади, на ухо. Блошара, я тебе всегда говорил, да, ни хрена не получится. Да, какой из тебя ведущий? Понятно, что отвлекался бы. Так же и здесь. Отсутствие границ отвлекает человеку от заданного ракурса. И люди кричат, аффирмация не работает. Она не работает, действительно. Она не является когнитивным инструментом. Исключительно, как шпаргалка. Вот ты открыла, ты красивая. Зачем у тебя зеркало разбилось? Нужно как-то вспомнить, что ты красивая. А у меня шпаргалка, а ты красивая. Ну, все, тогда, да, более-менее она будет срабатывать. А люди, особенно женщины, понабирают себе, господи, понаписывают. А самое интересное, я, возможно, сейчас лишу кого-то заработка, кто продает аффирмации и считает, что, а кто-то покупает эти аффирмации и думает, сейчас мне все поможет. Есть же фразы, которые, например, производят на человека впечатление, а есть некоторые не производят. Вот я люблю песни, музыку Мишеля Петручани, да, уже умер, пианист этот джазовый. Вот я кайфую от его музыки. Я включаю там другу своему. И что? Ну-ка, ты ничего не чувствуешь? Нет. Ну, понятно. Так же и здесь. Все индивидуально. Конечно, человек написал аффирмацию под свои ощущения. Тут прихожу я, беру эту аффирмацию и жду, что она мне поможет. Нет. Абсолютно любой человек, неважно, какое у тебя образование, неважно, где ты живешь, в какой стране, ты можешь сам эти аффирмации написать для себя. Здесь важно, чтобы они откликались в твоем теле, в твоем сознании. То есть, если ты чувствуешь, что тебе помогает фраза «любовь наполняет и исцеляет меня», ну, запиши себе ее на листик или куда-нибудь на заставку и ходи, смотри на нее. Не нужно для этого тратить десятку или двадцать тысяч, чтобы у какой-то интернет-барышни купить ее аффирмации, которые супер всем помогают. Они не помогают. А если помогают, то исключительно тем людям, которые уже в таком осознанном потоке находятся. Но тогда такому человеку аффирмация не нужна. Кстати, а если человек мечтает о том, что ему будет вредно, например, об очень больших деньгах. Понятно, что они не всем идут на пользу. Взять хотя бы победителей лотерей. Ну, там же большая часть. То, что кололся, то сбухался, то с собой покончил, то проиграл все деньги. Вот такие неправильные мечты, они, может быть, они не должны сбываться. Не то, что не должны сбываться. Человек не знает, что делать с этими деньгами. Да, вот есть пропускная система у человека, финансовая энергия. Есть вместительная система. Ну, как бы не система, но так, чтобы проще объяснить. Вот есть некий вместительный потенциал. Человек зарабатывает там 200 тысяч. Он планирует свою жизнь, ориентируясь на эти 200 тысяч. И для его мозга еще не знакомы стратегии владения там миллионами рублей в месяц. Он еще не совсем этого понимает. Естественно, что организм не адаптировался к этому. Организм не до конца осознал и перестроился под финансовый поток в миллион рублей. И вот это внезапное сваливание богатства на голову, оно, конечно, человека выбивает из седла. Там легкое помутнение. Он хочет охватить все, что можно охватить. Потому что деньги имеют свойство заканчиваться, если нет постоянного прихода. Поэтому здесь важно понимать, что любой рост финансовый, он должен пропорционально быть росту и расширению энергии, которую ты можешь поглотить. Я даже людям многим говорю, вот у тебя завтра будет миллион долларов. Что ты будешь с ними делать? И начинается перечисление. Вот я куплю себе это, куплю это. Как правило, люди, которые получают миллион долларов, сваливаются в разные непредсказуемые состояния. Американцы проводили исследования, для англичан, я не помню уже, брали человека, давали ему миллион баксов, и говорят, это твои деньги. На следующий день кто-то сваливался с температурой, потому что это стресс. Человек не понимает, что с ними делать. Кто-то уходил в состояние эйфории, и чуть ли не брал трубку, и не говорил, собираю, как в этом анекдоте, какие вещи мне брать с собой зимние или летние, когда я выиграл миллион долларов. У нас люди бы в запой просто ушли. Ну да, бери все, типа, и сваливай отсюда. Кто-то уходит в запой, кто-то начинает думать, так, надо их приумножить, побегу, сыграю в казино. То есть, у человека организм не адаптирован к такому, что психика для нее это стресс, это катастрофа. И я реально видел людей, которым ты даешь, например, в руки 5 миллионов рублей, вот прям настоящие 5 миллионов, в пачках по 5 тысяч, и просишь его пересчитать, и человеку там на полутора миллионах становится плоховато, у него и какая-то истерика, и у него состояние смеха идиотского детского начинается. То есть, там неизвестно, как психика отреагирует, какой механизм защитный включит. Как вообще понять, чего ты хочешь? Ведь часто у людей спрашиваешь, о чем ты мечтаешь? Они говорят, о больших деньгах. А что будет дальше, да, вот ты получишь большие деньги? Ну, меня будут любить. То есть, понятно, что человек мечтает не о деньгах, а о том, чтобы его любили. Да, вот как понять, что я хочу на самом деле? Ты уже сам ответил на этот вопрос. То есть, нужно понять истинную причину, потому что, когда мы пытаемся добиться какой-то славы и узнаваемости, ну, когда человек мечтает стать суперизвестным, что вот меня будут все смотреть, меня будут просить автографа, я буду суперзвездой. А в конечном итоге, добиваясь того, о чем мечтал, понимает, что он как бы и не этого хотел. Все равно какая-то пустота внутри есть. Все равно не достает каких-то других, более светлых и чистых ощущений. Любая мечта, она начинается, любое движение к цели, там, где ты познаешь себя, там, где ты любишь себя. До сих пор, пока человек себя не принял, вот таким, какой он есть, со своими привычками, со своими особенностями, со своими достоинствами и недостатками бесполезно прятаться и бесполезно прикрывать вот эту нелюбовь к себе мечтами, достижениями, ничего не получится. Поэтому прежде, чем пойти в достижение цели, нужно самую главную встречу организовать, это собственную встречу с самим собой, с собой настоящим, с собственным я. И вот когда человек к этому состоянию аутентичности приходит, он понимает, что да, я такой один, уникальный, не потому, что я лучше других, а потому, что я действительно такой один. Да, у меня там нос такой, руки такие, ноги такие. У меня масса преимуществ есть перед другими людьми, так же, как у них передо мной. А где-то я с ними похож, а где-то я им уступаю. И когда мы начинаем вот в этом состоянии осознанности себя принимать, тогда нам проще становится приходить к результату. И плюс детство еще играет огромную роль, потому что дети заявляют о себе с самого раннего детства, а где-то родители могут такую деструктивную педагогику начинают применять, загасить ребенка, он теряется. Потому что любое достижение к целям часто сопровождается прокрастинацией и перфекционизмом. То есть перфекционисты, они что кричат постоянно? Я никогда не возьмусь ни за какое дело, если на 100% не уверен в том, что я его не выполню. Или не буду лучшим. Ну да, или не смогу стать лучшим. Какой ты умный. Или все могут кричать вокруг «Браво!» Вот это человек, вот это совесть. Да какая совесть? Там гордыня вываливается из ушей уже. Это же удивительнейший способ просто избежать каких-либо действий. То есть я перфекционист. Если я не уверен, я не буду браться. И перфекционисты используют этот прием для того, чтобы не развиваться. Он будет кричать всем, что он хочет быть идеальным, но даже пробовать не будет. Я здесь не уверен, я здесь не уверен, я здесь не уверен. Они так защищают. А прокрастинаторы, они, конечно, не до конца осознают, что... Вот если просто представить себе человека в состоянии прокрастинации, это такой персонаж в маске. И перед ним постоянно кто-то находится. Вот человек ставит перед собой мечту. Я хочу купить машину. Вот раз картинка спряталась. Спряталась. Почему? Потому что защитный механизм психики появился. У тебя мебель еще старая дома, тебе нужно срочно поменять. Тьфу, точно. Раз мебель поменяли. Все, со следующего месяца начинаю ходить в спортзал. Тут получил зарплату. Так, так, так. У мамы день рождения. Там, там, там. Опять не хватило на абонемент. То есть всегда найдется какой-то защитный механизм. Почему? Потому что, видимо, в прошлом где-то психика пострадала. В условиях, где человек пытался о себе заявить. К чему-то прийти, что-то получить. И сейчас, чтобы не повторилась травма, ретравматизация не произошла, психика начинает подбрасывать более важные дела. То есть они могут быть и неважными на самом деле, но они есть. Завтра буду писать книгу. Просыпаешься, а у тебя срачут. Ну, какая же книга? Как я могу себе позволить писать книгу в таком бардаке? Пойду, уберусь. Пойду, сделаю это. Пойду, сделаю вот это. В общем, придумать что угодно, лишь бы ничего не делать. Да. На самом деле. Я хотел бы под конец программы вернуться к визуализации. Я готов дать ей еще один шанс. Вот я, например, мечтаю в новом году бросить курить. Могу ли я как-то с помощью визуализации этого добиться? Кстати, нашим зрителям тоже может быть полезен этот совет. Я тебе, сколько я бросил курить хочешь? Курил 17 лет, в день по две пачки. Поспорил с младшим братом на миллион рублей в прошлом феврале, что если я продержусь год, он мне дает миллион рублей. А если я проигрываю, я ему. Ну, вот так мы по рукам ударили. Через два месяца я получу миллион. Потому что я уже почти год не курю. Я никогда не задумывался над вопросом, связанным именно с курением, как визуализация может помочь. Здесь все-таки нужно думать не о визуализации, а о том, что ты закуриваешь. То есть, чего тебе не хватает, каких состояний. Нужно просто отследить. Нет какого-то шаблонного инструмента, который поможет всем. Вот, нужно бросать курить. Возьми себя в руки. В какие руки, блин? У тебя мозг адаптировался к никотину. Там уже система кровообращения, нервная система, иммунитет. Все твои сосочки, мозговые рецепторы, отвечающие за удовольствие, кайфуют от каждой затяжки. Я еще не знаю, что это такое. Там ломка начинается, абстинентная, как у алкоголика и наркомана. У людей аритмия начинается. С сердцем проблемы. С нервной, с бешенством на людей нападают. Бросаются на всех. Не знаю, жрут, как заедают эти состояния. Как можно шаблонно сказать, сделай так и возьми себя в руки. Это исключительно индивидуальный процесс. Когда ты приходишь к специалисту, он понаблюдает за тобой. Я сейчас даже не говорю про ситуацию, когда алкоголик приходит к наркологу. Хотя бы к психологу прийти и отследить какие-то процессы. В какой момент закуриваешь, какими мыслями сопровождаешь. Один куришь, с компанией. Есть уже какая-то ритуальная часть. Это же курильщики привычка курить. Она где-то на грани уже с ОКРщиками, с обсессивно-компульсивным расстройством. Они же там... А не забыл ли я свет включить? Зажигалка. Конечно, он же постоянно так зажигалку взял. Блин, сигареты забыл. Вот он постоянно вот так рукой. Это уже действительно состояние привычки. Когда ты берешь сигарету, выходишь с чашкой кофе. Особенно в среде телевизионной. Я помню, мы снимали это реалити беременный папа. Господи! Только перерыв какой-то. Вся съемочная площадка. 50 человек этих кофеек пьют, курят. У всех задушевные беседы. Там же в этом кругу куча окситоцина вырабатывается. Люди стоят, общаются. Всем весело, хорошо. Но у меня уже все друзья бросили. Я один остался. Но визуализация не поможет, да? Визуализация не. Эх, не получится. Не получится. А только я хотел дать ей еще один шанс. Закуривай и расслабляйся. Думай не о том, как бросить, а думай, для чего ты это делаешь. Понятно. Спасибо большое за сегодняшнюю беседу. Вам спасибо. Вы смотрели это Нефрейд. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и задавайте ваши вопросы. Мы постараемся разобрать их в наших следующих выпусках. Счастливо. Субтитры сделал DimaTorzok